совсем недалеком прошлом лет десять назад здесь любимовки вот начиная примерно того забора вдоль реки бельбек по правому берегу и по левому берегу реки бельбек были фруктовые сады потом со входит свою пирожкой распоевали земли кому кусок достался ну сам понимать как всегда кто при власти тому лучше кусок простым колхозникам похуже где-то в полях гектары достались ну вот здесь уже видите организованы капитальное строительство вдоль русла реки бельбек ну вот в феврале вышло постановление 200-метровая зона подъезд к любой реке там к морю и так далее если исходить из положения этого закона в авиагородке бельбек машины ставить даже только до асфальта либо на специализированных автостоянках которых у нас нету а все гаражи которые находятся у нас возле моря все стоят с нарушением требований зоны водоохранной зоны и как быть как это будет укладываться с действия нового закона и старых законов которые запрещали определенное строительство вдоль берегов рек то есть зона была регационная посмотрим ближайшем будущем а пока вот так идет застройка это вот мы сейчас смотрим полностью до качество шоссе до перекрестка так называемый район белевич и там заправочная станция у нас вот видите ее до но это улица федоровская и там улица новая параллельный и идет сегодня 21 марта 2021 года по как интересно 21 на 3 21 давно хотел рассказать о событиях ушедшую историю это было более 20 лет назад будем говорить так уже почти 30 лет прошло примерно год девяносто второй девяносто шестой когда украина ушла из состава цсср и стала самостоятельным государством все мы помним в истории что каждое государство дало право человеку на приватизацию кусочек земли под дачу потребляли строительство под гаражи и так далее все но не везде это право было осуществлено и больше всего пострадали конечно военнослужащие у них не было не материальных ценностей как совхозах колхоза которые потом поделили землю не было средств производства завод фабрик которые тоже распоевали на кусочки и урвали себе лакомый кусок руководители а подчиненным работникам остались кусочки тоже маленькие там за бесценок они продали свои ваучеры то есть военным ничего не досталось и вот на химовский район тогда был у нас гордо севастополя военнослужащие ушедшие на пенсию члены их семей пытались получить кусочек надела земли живя в любимовке и знаем где городские земли учат сзади на моем фоне тегур эти земли я снимаю показываю пытались мы здесь организовать типа и жрец там идеально жилого строительства но нам как всегда было отказано потому что мы практически никто и звать нас никак непонятно кто мы вообще были с мы нигде ничего не имели были бесправны полностью но нам не отказывали мы предложили эти земли вот здесь вот для ежей сделать но нам объяснили что здесь могильник захоронения его пока ученые не разберут до конца здесь ничего здесь строить нельзя единственное было место где у нас кооператив нет индивидуальные предприниматели как называется дали ему землю в аренду получил огромную суду там определенную кое-что разработал я сейчас покажу что он разрабатывал какие поля разрабатывали где что было даже здесь домик стоял небольшой на фундаменте но потом бешеная инфляция привела к тому что он разорился долги отдать не смог банком и практически запил и все забросил судьбу этого арендатора до сих пор я не знаю хотя кто-то посмотрит этот фильм может быть скажет что какая его судьба и хотелось бы мне с ним встретиться поговорить рассказать как столкнулся в те годы с этими проблемами если он еще жив покажу его фундамент его дома покажу там где он бывший сад его фруктовый который потом срубили до конца и уже из побегов вторичных побежали но появились растения появились кустарники вернее не деревья кустарники появились побегов ну а скажу суть такая значит мы писали заявление наши жены писали заявление чтобы нам предоставили где-то участок земли чтобы мы могли там заниматься садоводством то что нам предложили то что мы вернее предложили здесь в любимовке нам отказали но нам не совсем Им отказали, нам сказали, есть в другом месте, пожалуйста Это земли В районе Верхнесадового Я их и покажу вам В этом фильме, где эти земли И что они себя представляют Мы туда съездили, посмотрели И поняли, что Это бесперспективно Ни света, ни воды Да и земля на горе находится А без воды расти ничего не будет А без света жить там практически невозможно Да, вид пресной там красивый Открывается, как-нибудь я может быть Сниму весной, когда будет красиво Все это будет свести А пока что имеем, то я вам показываю Вот Ну соответственно мы отказались, конечно То есть нам в принципе не отказали Но отказались мы сами, поставили такие условия Что нам не выгодно было Прошли годы, и на том месте, где мы предлагали Вдруг началось активное Оформление земель Начали выяснять Кто же эти земли оформляет себе Оказывается создался какой-то Оператив Или товарищество Сейчас трудно сказать Как оно было при Украине Называлось В которые входили все Значит Киевские Значит Прокуроры Адвокаты Юристы Севастопольская компания То же самое То есть начался деребант земли И почему-то у них сняли Ограничения по строительству На этой земле Типа здесь все уже изучено Можно строить как хочешь И вот потихонечку Живя здесь Мы видим Как появились Здесь первые столбы Потом начали Кобеля прокладывать Столбы закапывать Кобеля прокладывать Распоевывать Появились названия Улиц Которые сейчас я вам покажу И улиц Слава Богу Летчиков Героев Войны И вот Такое Бурное строительство Началось При России уже Но Многие попали На подводный камень Как говорится Айсберг имеет Не только поверхушку Но имеет и подводную Большую Очень Структуру Так и здесь Получилось Что Да Вроде как бы Строить можно Но не везде Могильник Как он был Так и есть В наши времена Времена СССР Это Было остановлено Здесь строительство А во времена Украины Распоевана земля А потом Украинцы Попытались Продать эту землю Скрывая от людей То что здесь Строить нельзя Возникла ситуация Люди купили землю Начали строиться А оформить документы Теперь никак не могут И что дальше Еще неизвестно будет Хотя эти археологи Говорят Пожалуйста Мы можем исследовать Дать заключение Но за ваши деньги Денег на изыскание Здесь нет Оплатите изыскание Тогда мы будем Может быть Дадим вам разрешение На строительство Потом в дальнейшем Уже буду эксплуататься Я поговорил с некоторыми Участниками строительства Которые строят На бывшем могильнике Они говорят Минимальные На изыскание Мне нужно 100 тысяч Заплатить Чтобы они Работу провели То есть оплачивать За свой счет Пока Не знаю На какой стадии Это все происходит Я уже два ролика Выпустил По этому Могильнику Те кто обещали Мне дать комментарии И рассказать дальше Об этой судьбе Промолчали Не откликнулись Почему-то Значит Боятся Озвучки Чтобы не было проблем В дальнейшем По приватизации И Узаконивание Этих строений Ну посмотрим Лид покажет Все тайное Становится Когда-нибудь явным А пока Я сейчас покажу Именно те места Где были У арендатора Земли В свое время Где он что-то строил Где у него что-то было И что после этого Через много лет Там сейчас находится Вот вы видите Такой прямоугольный Сад Который был вырублен Потом Там миндаль Абрикос Персик Пытался он там Вырастить Это все Но Когда разгорелся Там все повырубали Вот Мы подъедем ближе Покажу вам Там практически С каждого дерева Стал кустарник А вот эта вот роща Была Ореховая Она была Давным-давно Уже посажена Еще в 90-х годах Мы там ходили Орехи Орехи собирали Но тут пока Не тронута Она Слава Богу Не вырубили Но судя по тому Как она застраивается На самой границе Там наверное Которая Все распоевана Надо посмотреть По кадастровой карте Вот такое Обильное строительство Уже во времена Когда Крым Ушел в Россию Началось здесь Буквально Последние пять лет Идет активная застройка Но это За границами Могильника Вот фундамент Того самого Дома Арендатора Как раз на границе С нашим СНТ Усть-Бюльбек Это все Что от него осталось А здесь В свое время Он выращивал Все было запахано У него Выращивал По-моему Капусту Картошку Что-то там еще Фрукты и овощи были Овощи какие-то выращивал Но это было давно Ну а вот Заброшенный сад Который потом вырубили Из деревьев Старых корней Выросли кустарники Практически Сами понимаете С такого сада Собирать нечего Несколько лет Сюда приезжал Смотрел Как это все Приходит В негодность Столбы здесь стоят Электричество разведено Где-то активное строительство Где-то уже дома стоят Заборы поставлены Нам в свое время Эту землю Никто не давал Но то, что нам дали Мы отказались Вы этой сегодня Еще увидите В конце фильма Вот здесь Старые орехи Когда мы сюда Ходили Собирать Заброшенный сад Ну пока деревья Ни одного Не спилили Видите Все стоят А вот так На сегодня Уже застроен Тот самое Место Где мы просили Выделить В свое время Нам Земли Типа Нельзя Теперь все Можно Ну скажите Разве это не прелесть Осенью Крыму Какой красивый Куст На камню О Почти стихами Заговорил А как он Сдалека Красиво Смотрится Сейчас Мы ее Фотографии Сделаем Ну не могу Нельзя Снять Эту красоту Вот на этой живописной местности На границе С Большесарайским районом Практически Нахимовская администрация В 1991-1992 году Предлагала всем желающим Участки для Строительства дач Может быть и ЖС Не знаю В те времена были Но предлагали Ни воды Ни света Ничего А кто-то получал Землю В Любимовке Вот я вам показываю 1991-1992 год Что было здесь Мы тоже пытались Получить кусочек земли Согласно законодательству Нам предложили сюда Мы приехали Посмотрели Тут не только на машине Тут на танке Надо подъезжать К ним сюда Ни дорог Ни света Ни воды Но кое-кто Взял эти участки Кое-кто Даже фундамент построил Но на этом все И закончилось Ну вот я вам сейчас Сейчас поближе Покажу это все А потом покажу Страссы Таврида Этот же участок А потом покажу По карте Которая существует На ней видны Эти фундаменты Вот Это на границе Между Бокшесарайским И Севастопольскими районами Верхняя Садовая Последняя Вот они следы Того самого Дачного А может быть Просто Садового Вот эти Одни фундаменты Так ничего здесь Не построили Потому что воды нет Света нет Это южная сторона Склона Летом здесь Жарища стоит Сами понимаете То есть Ничего здесь Практически не росло бы Без воды И без света Вот я на вершине Стою Того самого Холма Да то Теперь здесь Проходит Трасса Таврида Стою на одном Из фундаментов Таких домов Уже Начал фундамент Разъезжаться Потому что На склоне горы Стоит Технология Нарушена Это однозначно Поэтому Ничего здесь Не было построено Мы находимся На границе Божьи Сарайского района Севастопольского Трассы Таврида Вот здесь Поворот будет Направо Пошел На верхнее Садовое Развязочка Пошла И вот в этом Самом месте На горе Здесь В 91-92 Годах Жителям Города Севастополя Предлагались Дачные Участки Ну и В Любимовке Тоже писали Заявление Сюда Чтобы нам дали Не здесь Конечно Дали В другом месте В Любимовке Чтобы дали Но выделяли Только здесь Почему-то А городские Почему-то В Любимовке Ну не знаю Почему Так Наверное Было Потом Придумано Вот Соответственно Некоторые Винулись Сюда На Представьте 91-92 Год Когда Транспорта Не ходил Практически Все Было Бешеные Цены Росло Все В том числе И топливо И реально Здесь Было Построить Что-то На этом Пустыре Было Просто Невозможно Нужно иметь Было Кучу денег А Имея Кучу денег Можно построить Других Местах Ну вот Некоторые Позарились Сделали Фундаменты Здесь И на этом Все закончилось Таких Фундаментов Здесь много Сейчас я вам Покажу Обзор Ну так Я стою На одном Из таких Фундаментов Который Уже Поотрескался Где он Тут у нас Трещина Вот она Трещина У нас Видите Уже Фундамент Разваливается Трещина Пошла Там Вторая Трещина У него В кустах Вот вторая Трещина Видите Да То есть Здесь уже Все давно Заброшено Вот это Вот такое У нас Картина Маслом А сейчас Дают Прямо На дороге Можно Участок Себе Заказать И сделать Как пример Вот у нас Любимовки Видите Зелененьким Обозначено У часа Десять соток Уже Сделали Оформленные документы И продается За 4 900 Пожалуйста Это все Можно Конечно Красиво На горке Красивый вид Но без воды И не туды И не сюды Вот судя По этой тропинке В траве Кто-то Здесь бывает Наверное Поминки Вспоминают По состоявшемуся Дачному Кооперативу Уже Вообще Уже Кооператива Прямо